Ну что, народ, у нас Kia Carnival, 2021 год, 52 тысячи пробега, кореет. Вот мотор от него, D4HE, делал же капитальный ремонт. Вот эта вот вещь, оживый фильтр, превратилась в такую вот штуку, забилась. Естественно, внутри все начало греться из-за плохой проходимости. Развалилась труба, развалился турбокомпрессор. Выгнало все масло, половину выхлоп, половину в отпускной коллектор, интеркулер. Задрало вкладыши. Наборщику какую-то поменяли. Не так много, но, учитывая наличие запчастей и цены нынешние, стало в круглую копеечку. Так, здесь что у нас? Насос, болты, прокладки, вкладыши. Вкладыши тут уже интересные идут. Все ближе-ближе к немцам. Дидрик и Степовстейн оказались. Дидрики тоже идут в комплекте с рокерами. Дальше можно было отдельно поменять, рокера хорошие, а в комплекте с рокером идут. В общем, перебрали ласточку, ГРМ заодно поменяли. Вот так выглядит. Коробка здесь восьмиступенчатая, тоже веселая. Вот. Ну и самое интересное, что хотел показать, в принципе. Это что нужно, чтобы поменять, помыть радиаторы на этой машине? Надо снять сначала вот эту верхнюю часть, потом реснички, потом бампер, потом фары обе две, потом усилитель бампера, потом вот этот вот кожух радиаторов. Пока это все не разберешь, кожух не снимается, меня мешает усилитель, ну и так далее. И только вот сейчас мы добрались до Искомова. Вот они, наши радиаторы. Сейчас помою радиаторы. Поставлю мотор. Вообще, как бы изначально была целью интеркулер, но радиаторы за компанию. Сейчас разобрались только много. Вот. С сажевыми фильтрами на этих машинах проблема. Найти родной не получилось. Нашли от Kia Sorento. Вот. Баушки, инфросборки. Цена, не буду говорить, но сразу скажу, космос. Даже ЗБУшный. Проблемой оказалось то, что здесь вот в Sorento нет отверстия для датчика NOX. И флянет, смотрит вот сюда. Пришлось вот так вот отрезать это все дело. Видите, да? И от старого переварить. Сорентовский. Сорентовский выглядит вот так вот. Вот оно, датчика. Как я говорю, нету, да? Рыбки. Опа. И флянет смотрит совершенно в другую сторону, потому что на Sorento полный привод. Ну, скажем спасибо, что хотя бы был такой. Помучился это все дело, изобретая. Ну, ничего. Вроде собрал. Будем надеяться, будет работать долго и счастливо. Про коробку, конечно, такое не скажешь, но, может, повезет. Они же не все ломаются. На весах и на машине очень много. Обменники, вблитверы, какие-то еще дополнительные завихрители, еще вот один диплообменник, дополнительный EGR вот тут вот стоит. В общем, намудрили коррекцию, дай богу. Снял радиаторы. И сильно грязные. Вещи помыть, конечно. Ну, там, видите, уже пошла вата. Я думаю, песка в них тоже хватает. Ну, самое интересное еще хотел показать. Вот такую штуку корейцы поставили. Мутеркулер уже идет, смотрите, с таким байпасом. Тут стоит заслоночка. Закрывается кулек. Отрывает кулек. Закрывает кулек, а там еще одна заслоночка. Смет камера, наверное. Восьмя тона. То есть открывается труба напрямую. Я так понимаю, что, видимо, таким образом с помощью этой заслонки они сокращают турбояму. Интересное решение, почему нет. То есть, то ли кулек пока наберется весь воздухом. То ли быстренько по трубке прошла. Тогда еще не нужен вам холодный воздух, да, вначале. Получается. Не нужен холодный. Прошло через трубу. Потом пошел подхват. Турбояма закончилась. И открывается полностью кулер уже на скорости. Узнаем. Не знаю, как это, конечно, как раньше. Не знаю, там, знаете, на старых машинах у них обычно еще болты закисают на подрамниках. Ну, здесь, в принципе, такого не произойдет, потому что они будут постоянно откручиваться, прикручиваться. Сейчас разобрал кулер, чтобы его промыть. Вот оно, маслечко с двигателя, за то, что я говорил. И так сразу в предисловии, в патрубках было его тоже огромное количество. Масло сейчас пока стекать поставлю. А я еще хотел показать. Как раз вот заслонка управления байпасом. Вот она, она. Получается. И не прям в паре работает. Одна открывается, другая сразу отрывается. Автоматически. Простоя довольно-таки система, но, я думаю, эффективная. Молодцы, что-то хорошее, интересное придумали. Вот приз залил, масло залил. Сейчас мы маслечко прокачаем. Обязательно после переборки таких двигателей нужно прокачивать, в первую очередь, масло, чтобы его закачало вот все масло подающие, масло принимающие места. Эдуард, покрутите, пожалуйста. Стартер крутит. Аккумулятор. Достаточно? Аккумулятор, как видите, он у нас новый. Сары не пережил этого приключения. Со стартером тоже просто так, что не получилось. Стартер нам пришлось отдать в ремонт, потому что, когда двигатель заклинил, когда разорвало турбину стартера, у стартера оборвало вал, когда он пытался его крутить. Сейчас подсоединяем форсунки, будем проводить, запускать. Эдуард. По-моему, неплохо. Завелся быстро. С вами была компания ОНЗФ. Я основанник Михаил. Спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь. Приезжайте к нам на ремонт. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok